Газание – что это? Описание – однолетник или многолетник? Гацание, газание или африканская ромашка – это название одного и того же цветка, принадлежащего к семейству островых. Европейцы о нем узнали в 17 веке и быстро полюбили, называя его цветком полуденного солнца за свойство раскрывать лепестки к этому времени суток. Растение облюбовали ландшафтные дизайнеры и дачники, используя его в миксбордерах, клумбах, робатках. Описание. Газание – травянистый куст высотой до 30 см, с плотными листьями насыщенно-зеленого или серо-зеленого цвета. В зависимости от сорта, форма листовых пластин может быть разной. На внутренней стороне находятся ворсинки, защищающие от засухи и холода. Листья и соцветия собраны в прикорневую розетку. Газание цветочной корзинки одиночной достигают в диаметре от 5 до 9 см. В период активного цветения газания их на кусте может быть до 35 штук. Язычковые лепестки бывают желтого-оранжевого-красного цвета с коричневым пятном у основания. Сердцевина цветочного бутона состоит из миниатюрных воронковидных трубочек ярко-желтого цвета. После того, как цветочные бутоны цветут, на их месте завязываются плоды, представляющие из себя волосистую семянку с хохолком. Цветы газания выращивают в открытом грунте и в помещении. Многих интересует, как правильнее произносить «газание» или «гацание», на что можно ответить, верны оба варианта. В переводе на некоторые языки латинское название газания звучит как «гацание», буква «зе» произносится как «ц». Дополнительная информация Цветок получил свое название в честь итальянца Теодора фон Гази, который переводил трубы Аристотеля и Теофраста. Виды и сорта Селекционерами выведено множество разновидностей сортов газании, наиболее популярные из них приведены ниже. Гацание блестящее, жестковатое, имеет лепестки от ярко-желтого цвета до коричневого. Бутоны ее быстро распускаются в начале светового дня и быстро закрываются на закате. Газание «длина стрелковая» получило название из-за сильно вытянутых узких лепестков. Раскраска у нее, в основном, контрастная, темно-оранжевая, в середине лепестка – желтая по его краям. Гибридная К ней относятся гибридные сорта, выведенные из газания длина стрелковой и блестящей. Выращивается как однолетние растения. Гибридные сорта более стойкие к неблагоприятным условиям содержания. Наиболее красивые из них – гацание шансонит. Соцветия имеют целую смесь окрасок. Гацание сорта «Талент» – у нее серебристые листочки. Ее особенность в том, что соцветия не закрываются с заходом солнца. Газание сорта «Биткис» имеет листву с красивой глянцевой поверхностью. И цветки разнообразных оттенков, достигающие размера 12 см. Павлиния У растения крупные соцветия с желтыми трубчатыми лепестками и оранжевой сердцевиной. Листья у нее сверху зеленые, снизу – серебристые. Помимо перечисленных, существуют следующие разновидности газаний – линейное перистое, одноцветковое. Выращивание Заиметь у себя на участке газанию можно двумя способами – посеяв семенами либо укоренив черенок уже имеющихся растения. Семенами процесс выращивания цветов в домашних условиях начинается в конце зимы. Он заключается в следующих действиях – готовятся субстраты с дерновой земли, торфа, песка. В ящик насыпается дренаж, затем подготовленная почво-смесь. По поверхности раскладываются семена в шахматном порядке, которые затем покрываются тонким слоем песка. Сеянцы слегка опрыскиваются водой из пульверизатора. Ящик накрывается пленкой для создания условий, при которых семена быстрее проклюнутся и ставятся в теплое светлое помещение. Обратите внимание, мини-тепличку необходимо каждый день проветривать, вытирать на сухо конденсат. Это делается для предотвращения поражения сеянцев грибком. Вскоре появятся первые всходы. Когда сеянцы выпустят 3-4 листочка, их необходимо пересадить в отдельные емкости. Перед посадкой молодой газани на участок ее необходимо предварительно закалить, вынося каждый день на улицу. В южных регионах семена можно сеять весной сразу в грунт. Посеяв семян газани осуществляется в конце зимы черенкованием, размножение черенками производя летом, когда куст полон сил. Для этого выбираются крепкие, здоровые побеги, которые отрезаются острым ножом. На черенке обязательно должна быть питочка, иначе он не приживется. Укоренение производится следующим образом. Черенок освобождается от нижних листьев, помещается в емкость с водой. Когда проклюнутся корни, каждый черенок высаживается в отдельный небольшой горшок. Растение укрывается пленкой для лучшей приживаемости. Когда молодая газания подрастет и закалится, ее высаживают в открытый грунт. Вредварительно спаханной земле делаются лунки такого объема, чтобы в них свободно поместилось растение с комом земли. Высаживают кусты на расстоянии 20 см друг от друга в легкую, рыхлую почву с нейтральной реакцией. Место посадки должно быть хорошо освещено солнцем. Применение в дизайне Благодаря пестрой окраске и невысокому росту, газания цветок завоевала большую популярность у ландшафтных дизайнеров и дачников. Ею можно обрамлять края цветников, высаживать вдоль дорожек, создавать из нее различные узоры, фигуры. Уместно газанию будет расположить в ракариях среди камней. Важно, чтобы газания цвела длительное время, отсветшие бутоны необходимо регулярно удалять. Цветок выглядит декоративно с весны до осени, поэтому им можно украсить менее выразительные растения, высаживая на переднем плане. Помимо этого, газанию выращивают в подвесных корзинках в сочетании с лобелиями и пеларгониями, располагая их на террасе, веранде, лоджи, балконе. Не менее эффектно цветок будет выглядеть в садовых вазах и горшках на придомовой территории. Болезни и вредители. Газание редко поражается заболеваниями, но все-таки иногда это случается. В основном это происходит из-за неправильного ухода. Посадка в тенистом месте в сочетании с излишним увлажнением почвы могут привести к появлению различных гнилей. Болеет газание редко в качестве метода борьбы полностью избавляется от пораженных растений. При небольшом заражении загнившие части отрезаются до здоровых частей, затем куст опрыскивается противогрибковыми препаратами. Землю, на которой растет газание, также необходимо продезинфицировать. Цветок могут облюбовать вредители слизней улитки для паутинной клещ. Для избавления от них необходимо провести следующее мероприятие. Улитки собираются вручную, не допуская их дальнейшего распространения. Для избавления от слизней территория между кустами просыпается извести против талии паутинного клеща. Применяют инсектициды. Предотвратить появление слизней можно, пропалывая участок, а также не допуская излишней его увлажнения. Газание – однолетник или многолетник. В условиях российского климата она культивируется как однолетник. При желании сделать ее многолетней культурой нужно будет позаботиться о ее зимовке. Для этого газание многолетней осенью выкапывается и пересаживается в горшок. Затем ее переносят для сохранения в светлое и прохладное помещение Т8-10 градусов. В этих условиях куст будет продолжать развиваться. Полив в это время должен быть умеренным. Зимой листву можно обрезать, укоренив и получив новые растения. Весной куст высаживается в сад. На нем быстро нарастут новые побеги. Дополнительная информация. Газание – холодостойкое растение, способное выдержать морозы до минус 7 градусов. Выращивая газанию, как однолетнее или многолетнее растение, садовод приобретает у себя на участке эффектное красочное зеленое насаждение. Она может расти в одиночестве, а может быть дополнение к другим декоративно-лиственным или декоративно-цветущим растениям. 00VOT Article Rating Субтитры создавал DimaTorzok